50 лет назад американский доллар утратил золотое содержание. Это произошло 15 августа 1971 года и было оформлено указом президента Никсона. Самого, можно сказать, неуважаемого из американских президентов за всю историю XX века. Может быть, только Гувер стоит в одном ряду с ним по непопулярности, по отрицательному отношению к нему среди интеллектуалов и публики. Но даже Гувера не называют таким мошенником и злодеем, как Никсона. Он даже в популярных мультфильмах вроде «Футурамы» изображен в качестве демонического фактически существа. И это особенно интересно, потому что наименее уважаемый публикой президент, отменив золотое содержание доллара, совершил акт, который почти всеми фракциями современной политизированной публики, современного сообщества экономистов, социальных ученых, воспринимается как очень правильный, как единственно верный и необходимый, как ценное наследие, может быть, даже запоздалое, но наконец-то при Никсоне свершившееся. После чего началась эпоха рациональной, разумной, правильной денежной политики, адекватной валюты в виде фиатного, то есть декретного, объявленного чисто государственной силой доллара. Общепринятая точка зрения состоит в том, что предшествовавшая ранее система, которая требовала, пусть и с большими ограничениями, от эмитента валюты в виде американского доллара по требованию со стороны иностранных правительств погашать доллар в виде золота. Эта система не позволяла правительствам эмитировать столько денег и центральным банкам, сколько требовалось для экономики, чтобы она развивалась гладко, без кризисов. А вот с тех пор, как от этого пережитка отказались, мы перешли к хорошей системе, когда экономика развивается без кризисов, без резких скачков инфляции и безработицы. Альтернативная точка зрения, которая мне гораздо ближе и которая гораздо ближе позициям австрийской школы и либертарианства, состоит в том, что власть правительства создавать столько денег, сколько оно пожелает и сочтет выгодным и политически целесообразным в данный момент, это нежелательное явление, от которого и экономике, и общество только хуже. И в частности, одним из важных следствий этого порядка должна стать постоянно растущая инфляция, искажающая многие пропорции в экономике, подрывающая в особенности инвестиционный процесс, замедляющая экономический рост, а также создающая инфляционный налог, связанное с ним перераспределение богатства и другие негативные эффекты, которые могут даже образовать петлю положительных обратных связей. Так вот, прошло 50 лет с этого события и можно подвести некий итог. Что же случилось за это время? Кому хуже, доллару без золота или золоту без доллара? Стало ли события 15 августа 1971 года концом эпохи золота или, может быть, это больше похоже на конец эпохи доллара? Ну вот, посмотрим, какие есть данные и наблюдения о том, что произошло. Итак, сначала я скажу кратко, а что именно вот с юридической и политической точки зрения тогда случилось? Ой, зачем же я хожу? Ведь на меня смотрит камера. Простите. Вот. Был указ президента Никсона, по которому министр финансов тогдашний получил поручение, приказ прекратить обращение, то есть обмен долларов на золото по требованиям иностранных правительств. Одновременно с этим был издан еще один указ о заморозке цен на товары и услуги, на самом деле на все товары и услуги в американской экономике сроком на 90 дней. И в-третьих, было введено временное увеличение всех импортных пошли на 10%. По комплексу этих мер понятно, вот в каком контексте это происходило. Ожидалось, что эмиссия доллара вызовет рост цен. И этот рост цен старались остановить с помощью их административного регулирования. А чтобы американские подорожавшие товары не выглядели дороже, чем иностранные и не теряли свои рыночные доли, вот, их еще ограничивали, защищали от иностранной конкуренции дополнительным увеличением пошлины. При этом считалось, что этот рост цен будет иметь временный только охват, долго не продлится, а в целом рыночную систему можно будет ценообразование сохранить. Интересным штрихом здесь является то, каким образом вообще президент Америки мог подписать такого рода указ. Это стало возможным, потому что он имел заранее предоставленное ему чрезвычайное полномочие в области экономики. Был вот такой, в 1970 году принят акт об экономической стабилизации, такой многосоставный закон, в котором вторая половина вот как раз давала президенту право выступать фактически законодателем под таким вопросом, как регулирование цен. Давала ему право именно вводить ограничения на изменение цен. Ну, потом Конгресс должен был это утверждать, Конгресс это утвердил. Любопытно, что Конгресс в то время контролировала партия демократов, а Никсон был президентом от республиканцев в достаточно конфликтных отношениях с демократической партией. Но, тем не менее, они ему такого рода чрезвычайная полномочия предоставили, и с тех пор никем не отрицалось, что вот это было правильно, это был такой двухпартийный консенсус. Что же отменил Никсон этим актом? Он фактически отменил Бреттон-Вудскую систему, которая существовала с конца Второй мировой войны, и которая состояла в том, что из всех правительств развитых стран одни только Соединенные Штаты сохраняли обязательство погашать свою валюту, доллары, в золоте. То есть обменивать валюту на металл в фиксированной пропорции 35 долларов за унцию, за тройскую унцию золота. Это обязательство было не перед любым желающим, не перед всеми держателями долларов, а только перед держателями золота в виде иностранных правительств, партнеров по Бреттон-Вудскому соглашению. И на самом деле фактическое предъявление золота к погашению и его обмену, погашение было довольно редким явлением. Нельзя сказать, что оно происходило постоянно, и Бреттон-Вудская система не была заточена на то, чтобы это происходило постоянно и регулярно. В принципе, чем вот такой вид золотого стандарта отличается от золотомонетного стандарта, который существовал в большинстве развитых стран до Первой мировой войны, а также и в России. Тем, что при золотомонетном стандарте золото находится на руках у широкого круга людей в виде монет, то есть относительно маленьких слитков, которые широко распространены, и которые могут оказаться в кошельке любого представителя среднего класса. И любой же человек может в любом отделении банка их обменять, то есть бумажные деньги обменять на золотые, получить одни вместо других. Они и те, и другие широко распространены, и обмен их является обычным делом. В этих условиях существует достаточно жесткий контроль над объемом бумажных денег, которые могут быть выпущены эмитентом правительством. А более поздняя и более условная форма золотого стандарта, которая существовала по Бреттон-Вудскому соглашению, она предполагала, что требовать погашения бумажных или безналичных долларов в фактическом золоте могут только правительства стран-партнеров по Бреттон-Вудскому соглашению. И это значило, что с этими правительствами американское правительство может достичь какого-то неформального соглашения о том, что они не будут предъявлять доллары к погашению золота. Все частные лица не могут договориться между собой ни в формальном, ни в неформальном соглашении, даже если они хотят оказать услугу эмитенту валюты. Все равно такого соглашения не будет, бумажные деньги все равно будут предъявляться для погашения, а это значит, что нельзя их имитировать безнаказанно, без риска оказаться банкротом, человеком, который не может исполнить свои заявленные обязательства. В Бреттон-Вудской же системе существовали достаточно широкие возможности для правительства Америки имитировать доллары, не обеспеченные этими самыми резервными фондами в золоте. И избегать развала, избегать неплатежеспособности по той причине, что другие правительства, британское, французское, западно-германское, итальянское, будучи связаны множеством взаимных зависимостей с американским правительством, имея всякие встречные обязательства, интересы, не предъявляли до поры до времени попадавшие к ним доллары к погашению. Поэтому постепенно американские власти все больше долларов имитировали, погашать всю эту массу становилось все труднее, а соблазн предъявить доллары к погашению в золоте для неамериканских правительств становился все сильнее. Ну, вот в 1961 году был создан, как еще проявление вот этой доброжелательности и партнерства, доверия и отказа требовать предъявлять доллары к погашению, был создан лондонский золотой пул с семью странами, которые внесли 240 тонн золота для интервенции, чтобы поддерживать цену в 35 долларов за унцию. Только половина из этой суммы была внесена Соединенными Штатами, но уже с 1965 года начинает этот порядок разваливаться. И это начинается с действий Франции, которая объявила с 1965 года, что она теперь не хочет собирать необеспеченные или обеспеченные неявно доллары, а хочет их систематически предъявлять для погашения в золоте. С 1967 года эту политику Франция действительно стала проводить, а с 1968 года ей стали подорожать и другие западноевропейские страны. Таким образом, возникло большое давление на золотые запасы американской государственной системы, золотой запас ФРС, эти запасы реально стали приближаться к исчерпанию, и чтобы их сохранить и не прийти к той ситуации, когда они исчерпаны, а доллары продолжают к погашению предъявлять, Никсону его советники предложили отменить этот порядок обязательного размена, что и было сделано. После этого эмиссия долларов продолжалась, как она велась и до того, в размерах сверх любых реальных резервов, но какой же была долгосрочная динамика? Вот это я показываю на двух диаграммах. Эти две диаграммы отражают одно и то же, только в разных шкалах. Слева обычная шкала, справа логарифмическая, но обе шкалы, они по горизонтальной оси показывают время с начала 20 века до наших дней, а по вертикальной шкале сколько долларов за унцию. И вот можно видеть период до 1933 года, когда действовал золотомонетный стандарт в Соединенных Штатах, и обмен происходил по курсу 20 долларов за унцию золота. Затем с 1933 года по 1971, это период курса 35 долларов за унцию, и начиная с 1945 года действует британвудская система, когда вот это обязательство относится только к правительствам, принимается только перед правительствами, партнерами по британвудской системе. И, наконец, с 1971 года у нас период доллара, не привязанного к золоту. Что за это время происходит с ценами? Ну, в 42 раза выросла цена унции золота, выраженная в долларах за это время. Можно легко видеть, что за предшествующий, почти в 100-летний период, ничего такого и близко не было. С 1879 года держалась цена 20 долларов за унцию. В 1879 год я выбираю как дату восстановления золотого стандарта в Америке, после того, как он был разрушен в период гражданской войны. В 79 году обмен бумажных долларов на золото был восстановлен как раз с курсом 20 долларов за унцию. И вот с 1879 по 1971 обесценение было с 20 долларов до 35 долларов за унцию. Меньше, чем в два раза. После 1971 года до 2021 за 50 лет обесценение в 42 раза. В пересчете на проценты годовые это почти 8% в год. 7,7% в год. Вот насколько сильно изменилась динамика цены золота. Вместо стабильной фактически происходит рост, который можно называть экспоненциальным, гиперболическим. У кого какая-то математическая метафора вызовет больше интереса. Но рост цены золота сам по себе, значит ли он много или мало. Может быть это просто событие на одном из рынков какого-то коммодити, товара и его значение чисто микроэкономическое. Это одна из точек зрения, которую можно довольно часто сейчас слышать. Особенно ее можно было в конце 90-х годов часто слышать. Другая же точка зрения состоит в том, что рост цены золота отражает каким-то образом нечто близкое к темпам инфляции. Посмотрим на другие цифры, которые могут пролить свет. На то, какая картина ближе к истине. Вот динамика индекса потребительских цен. С 1913 по 1971 год в среднем индекс потребительских цен в Америке плюс 2,4% в год. Инфляция чуть меньше, чем 2,5%. За период после 1971 года в среднем 3,8% в год. Это уже почти 4%. Это наиболее используемый индекс потребительских цен из американской статистики. На самом деле индексов потребительских цен есть несколько разных. Например, публикуется индекс гибких потребительских цен, индекс жестких потребительских цен. Они достаточно сильно расходятся между собой. Вот последние данные, которые опубликовались в этом году, они за май 2021 года, по ним достигнуты по общему индексу потребительских цен среднегодовые темпы инфляции в 5%, а по индексу гибких потребительских цен сейчас плюс 21% по опубликованным цифрам, а по индексу жестких потребительских цен меньше. Так что индексы потребительских цен, хотя они вроде бы как являются максимально усредненными, такими объективными измерителями ценовой динамики, именно потому что их много разных. Существуют там индексы цен без учета топлива, без учета сельскохозяйственных продуктов, потому что эти цены как бы очень волатильные. И для истинно макроэкономического анализа некоторые считают, что от них надо абстрагироваться. Ну вот способов абстрагироваться и там что-то усреднять достаточно много, а цена золота тоже по-своему индикатор роста цен, хотя и не усредненный, а такой очень грубый. Но все же, индикатор это или нет? Посмотрим на цифры, которые отражают, что у нас происходило за 50 лет последних и немножко перед ними. Вот в таблице выделено 4 периода. Первый период – это последние 12 лет существования Бриттон-Вудской системы с 59-го года по 71-й. Затем первое десятилетие нового порядка – с 71-го по 81-й год и два 20-летних периода. То есть последние 50 лет я разбил на 10-летний период – 70-е, 20 лет с 81-го года по 2001-й и последние 20 лет с 2001-го по 2021-й. Они достаточно сильно отличаются по динамике цены золота в долларах, которого мы наблюдаем. Если при Бриттон-Вудской системе существовала стабильная пропорция, 35 долларов за унцию и золото не дорожало, 0% среднегодовой рост цены, в 71-м-81 годах в среднем 27% в год – это величина, на которую дорожало золото. Реально это означало, что оно дорожает в разы. Я на диаграмме покажу, что больше, чем в 10 раз за 10 лет тогда оно подорожало. Но после этого следует длительный 20-летний период с 81-го года по 2001-й, когда золото в среднем дешевело на 3% в год. И, наконец, с началом 3-го тысячелетия у нас новый 20-летний период, когда оно снова стремительно дорожает в среднем по 10% в год. Здесь еще не отражены самые последние новости. Я, кстати, в последний месяц не смотрел биржевую цену золота. На что сейчас хочу обратить внимание? То, что среднегодовой рост денежной массы все эти десятилетия колебался не так уж сильно. Но в 70-е годы он особенно быстро рос. И это вызвало очень большой рост индекса потребительских цен в среднем на 8%. В 80-е годы на этой почве произошло некое ужесточение денежной политики. В 80-е и 90-е годы это рост денежной массы М2 всего на 6%. И, соответственно, снижение индекса потребительских цен непропорционально. И, наконец, последние 20 лет снова чуть более быстрый рост денежной массы и еще более низкий среднегодовой рост индекса потребительских цен. Про каждый из этих период краткий слайд еще раз. Интересно, что в январе 80-го года была рекордная цена золота 675 долларов за унцию. В июле-августе 99-го достигнут минимум 256 долларов за унцию. Но это все равно значительно больше, чем 35, с которых начиналось в 71-м году. И небольшой комментарий по поводу того, чем можно объяснить значительное снижение цен золота в 80-е и 90-е. Это были годы мирового бума золотодобычи. Если до 70-го года никогда не было больше, чем 1500 тонн в год, то, начиная примерно с середины 80-х, с 90-х, никогда не было меньше 2000 тонн золота в год, и цена продолжает расти. Если до 2000-го года значительный вот этот бум золотодобычи действительно сопровождался падением цены золота, как это бывало и раньше в истории, например, в 90-е годы, в эпоху разработки золота на Клондайке, или в 50-е, в конце 40-х, 19-го года, в эпоху калифорнийского золотого бума, золото тогда всегда дешевело, и происходила инфляция золотых денег. Вот дешевело золото и в 80-е и 90-е, а в нулевые и в 10-е оно продолжает дорожать, несмотря на этот бум золотодобычи. По производству золота еще есть интересная картинка. Она показывает, что черный график – это Южная Африка. До 90-х годов на нее приходилось больше половины мировой золотодобычи. Потом происходит резкий обвал, и параллельно значительный рост. Вот красный график – это золотодобыча в Китае. Сегодня Китай стал первой золотодобывающей страной. Впрочем, по России, Австралии, по Соединенным Штатам тоже значительный рост именно с 80-х годов золотодобычи, как в относительной, так и в абсолютной доле. Нынешняя эпоха отличается тем, что в 2006 году был побит исторический рекорд золота. С тех пор она дороже. С сентября 2019 года уже не ниже тысячи долларов за унцию. Рекорд 1968 долларов за унцию – август 2020 года. И что кажется в связи с этим интересным? То, что 80-е и 90-е годы создали у многих экономистов, политиков, комментаторов ожидание о том, что золото перестанет быть важным индикатором. Его цена может падать, несмотря на рост денежной массы, может быть в противофазе с индексом потребительских цен, и что это может длиться достаточно долго. Действительно, два десятилетия примерно это и длилось. Но вот сформировавшееся ожидание, что так будет всегда, они, конечно, не могли вечно оправдываться. И сейчас мы живем уже в период, когда снова похоже на то, что было в 70-е годы, когда денежная эмиссия ведет с высокой вероятностью к подорожанию всех товаров, а золото остается важным индикатором роста цен на реальное благо. В качестве финального штриха хочу показать, что фондовый индекс Standard & Poor's 500 с 1 января 1971 года по 1 января 2021 года за 50 лет вырос в 40 раз. Цена же тройской унции золота за этот же период выросла в 49 раз, то есть больше. То есть фактически это значит, что американские акции, акции американских компаний усредненно, то есть стоимость капитала американского крупного бизнеса, если оценивать ее в золоте, за эти годы уменьшилась. То есть реально получается, что купить брусок золота оказалось глобально выгоднее, чем быть каким-то средним инвестором в американскую экономику за эти годы. О чем это свидетельствует? По-моему, это свидетельствует о том, что валюта, которая обесценивается, валюта, которая может быть создана правительством в каких угодно количествах, нехороша для инвестиций и экономического роста. Он, экономический рост, который коррелирует с реальным богатством бизнеса и акционеров, оказался довольно вялым. И это, конечно же, аргумент в пользу антиинфляционной политики, в пользу сдерживания полномочий правительства по созданию денег и, возможно, даже в пользу золотого стандарта, который существовал 50 лет назад в ограниченной форме, а еще раньше в более полноценной золотомонетной форме. Спасибо. Спасибо. Следующий. Скажите, такой вопрос. Михаил, да, извините, Михаил. Ну вот вы цену до 71-го года ставите исходя из Бреттон-Вудских соглашений, но очевидно же, что и тогда золото, понятно, что не в таких масштабах, как сегодня, но было просто сырьем технологическим, и явно должно было продаваться на бирже, и должны быть биржевые цены на золото, не похожие на 35 долларов за унцию, да? Вот просто, мне кажется, роль золота сегодня больше, как сырья, а не стандарта. Я, да, действительно прокомментирую, что действительно допустил небольшое упрощение. Действительно, во второй половине 60-х годов, в начале 70-х годов 20-го века на какое-то время возникало отклонение цены золота от уровня 35 долларов, чуть выше, бывало там в какие-то годы 37, 38, 36. Вот, ну, золото реально было рыночным товаром, его добывали в шахтах, и те, кто его добыл, могли его продать покупателям, допустим, в ювелирную промышленность, по тем ценам, которые складывались на основе баланса спроса и предложения. Поэтому вот существовала биржевая цена, которая могла отклоняться от этой пропорции. Но само обязательство американских властей выкупать все предъявляемые ими доллары, исходя из пропорции 35 долларов за унцию, оно означало, что если биржевая цена золота выше, чем 35 долларов, то любое иностранное правительство, которое имеет на руках доллары, может предъявить эти доллары американским властям, получить золото и потом продать золото на бирже по цене выше, чем 35 долларов, по существующей на сегодня рыночной цене, и получить арбитражную прибыль. Вот, и масштабируя это, получить ее еще и еще до тех пор, пока этот разрыв существует. Этот разрыв назывался золотое окно. И сама возможность таких арбитражных операций, она означала, что цена золота на бирже будет все время сбиваться в результате этих интервью, пока она не упадет до 35 долларов, или пока американское правительство не перестанет выполнять свои обязательства по Британ-Вудскому соглашению. У меня не про золотой стандарт вопрос, а про стандарт цифрового золота. В этом месте был принят закон в Сальвадоре, по которому в течение ближайших трех месяцев, насколько я помню, биткоин и доллар будут являться законными платежными средствами на территории этой страны. И этот закон там, он совсем небольшой, и вокруг нескольких его статей развернулась дискуссия насчет того, насколько этот закон отвечает принципам свободного рынка. И вот я хотел бы, чтобы вы прокомментировали, и очень надеюсь, что Юрий тоже прокомментирует, вот следующую статью, которая так звучит. Каждый экономический агент обязан принимать биткоин в качестве средства платежа, когда покупатель хочет купить товары или услуги за биткоин. Отражает ли эта статья принципы свободного рынка? То есть нет ли тут принуждения экономических агентов? Да, это принуждение. Это не соответствует принципам свободного рынка. Как либертарианец я не одобряю данное положение закона и разделяю критику, которая в отношении данного акта была опубликована на сайте Мизисорг. Ну, здесь частный случай интервенционизма, который состоит в установлении обязательного средства платежа. Ну, исходя из принципов свободы экономических субъектов, свободы людей, самопринадлежности, собственности, ну, каждый сам решает, в каких платежных единицах он хочет принимать платежи. И никто не может быть принужден к тому, чтобы принимать государственную валюту или негосударственную валюту по своим платежам. В данном случае, конечно же, если навязывается в качестве легального средства платежа биткоин, на демиссии которого никакое правительство контроля не имеет, от этого меньше вреда, чем в случаях, когда фиатная валюта в такой роли выступает. Но, тем не менее, это тоже, вот данное законодательство, хоть оно и антиинфляционно, оно все же интервенционистское с точки зрения платежной инфраструктуры и искажает естественные отношения на данном рынке. Ну, я только могу добавить, что не исходя из принципов, а, так сказать, последствий этого, поскольку курс, если, я не читал этот закон, но если там не установлен стабильный курс обмена долларов на биткоин, это означает, на самом деле, просто не нужно обременение лишней мотатой, лишней работой, потому что, если курс не установлен, значит, продавец может назначать цену в биткоинах, любую, для данной сделки. Вот, так сказать, если он, понимаете, а? Нет, если это будет так, то это дальше работает закон Грешема, то есть, начинает работать, эта система называется административное установление цен. Значит, административное установление цен всегда приводит к дефициту одного платежного средства и избытка другого. Это вот закон Грешема. Если они это установили, ну, значит, получат вымывание, а, скорее всего, просто волатильность на рынке, ну, это надо дальше разбираться. Спасибо за лекцию. А вот вы не сказали про один важный аспект, это ликвидность. Собственно, то, что отмена золотого стандарта, она позволила экономике активно развиваться, становится более сложной. Какое вот решение этого вопроса вы видите, ну, допустим, если вернуть привязку к чему-либо? Ну, я не считаю, что вообще существует какая-то общая проблема ликвидности в экономике, когда бы то ни было. Или проблема нехватки денег. Нехватка денег всегда бывает только у отдельных лиц или у групп лиц. Никогда не бывает нехватки денег в целом в экономике. Бывает явление дефляции, когда деньги дорожают. Обычно, если товары создаются быстрее, чем деньги, это и происходит. Кризисные явления, которые происходили периодически, допустим, до Первой мировой войны, объясняются для меня, как для экономиста австрийской школы, механизмом кредитной экспансии, который описан у Мизиса, у Эрта Десота и других авторов. И суть его, ну, то есть замена золотых денег на декретные никак этот механизм не отменяет. И не случайно уже после отмены золотого стандарта мы наблюдали подобные же кризисы в еще более жестком виде, чем при золотом стандарте. Я имею в виду кризис 30-х годов, кризис, который был 10 лет назад, 12 лет назад, тоже очень жесткий. Да, действительно важно, чтобы правительства не могли эмитировать столько денег, сколько сочтут нужным. И да, даже старый золотой стандарт вполне адекватное средство сдержать это и отменить. Вот Мизис именно его и предлагал как лучшее решение. Ну, возможно, и другие. Возможно, и другие механизмы, но сейчас их подробно мы обсуждать не можем, нет времени. Ну, я уж на правах злоупотреблю. Я не вижу вообще проблем ликвидности. Это некий псевдо-термин, который ничего не описывает. Есть проблема, которая решалась с помощью эластичного предложения денег, решалась проблема жесткости цен. Вот в этот период, когда после отмены Бреттон-Вудской системы, какую выгоду это дало правительству? Отмена же привязки к доллару и возможность гибкие курсы и так далее, возможность девальвации и прочее. Оно давало возможность решать проблему жесткости цен на рынке труда. То есть обманывать трудящихся и профсоюзы. Когда происходил рост цен, терялась конкурентоспособность национальной экономики, становились невыгодные, неприбыльные предприятия, особенно экспортно-ориентированные, с помощью девальвации, отвязки, решалась эта проблема. То есть национальная валюта обесценилась, это давало возможность повысить конкурентоспособность экономики, фактически снижая реальную зарплату. Сначала в отдельных секторах, потом в других. Это не проблема ликвидности, это проблема зарегулированности отдельных рынков, рынка труда и других рынков факторов производства. С помощью эмиссии и другие проблемы правительство решает, допустим, снижает свою реальную задолженность. Ну и так далее. Проблема ликвидности, я понимаю, там есть проблемы ликвидности на отдельных рынках. Вот. Ну, там вот это... Да, ну да. Меня зовут Денис, если честно, я немного недопонял, вот здесь на графиках вы показывали, да, достаточно такую волатильное золото, то есть в 20-ку или в 10 лет он рос по 27%, в другую наоборот падало по 3%. Обычно вот говорят, да, что вот деньги, да, бумажные, они как раз-таки достаточно инфляционные, вот, но если сравнить с индексом тех же потребительских цен, то они, по крайней мере, росли более-менее равномерно, да, нежели, ну вот, так скажем, волатильность именно золота, то есть все-таки есть же принцип стабильности валюты, а золото ему явно противоречит, исходя из ваших же графиков. Золото действительно подвержено колебаниям цен, вот, в связи, как правило, в связи с ростом добычи или сокращением добычи, вот, и мы можем наблюдать за последние 50 лет периоды, когда оно росло существенно быстрее, чем индекс цен или когда существенно медленнее, чем индекс цен, а в среднем мы видим, что все-таки оно растет быстрее, чем индекс цен. Ну, нет, тут гипотетический вопрос, если мы вернем золотые деньги, не будет ли покупательная способность этих денег колебаться слишком сильно, ну, наверное, будет, наверное, будет колебаться достаточно сильно, как колебалось в 19 веке, но все же это не будет такой эффект, как мы наблюдаем в 20 веке с бумажными деньгами, которые могут за 50 лет обесцениться там в 50 раз, вот, и это важнее. В общем, надо брать и не с долларом сравнивать с тем, что, да, если золото бы стало деньгами, оно стало бы более ликвидным, и в этом смысле волатильность бы упала просто за счет больше ликвидности. Так, спасибо, коллеги, мы завершаем эту сессию. Подарки, подарки, подарки. Значит, уважаемые коллеги, у нас два подарка, один обещанный в начале, один от издательства «Социум». Значит, поскольку у нас про неолиберализм остался только один вопрошающий, ну, мы ему вот эту книжку и подарим. Называется «Рождение неолиберальной политики». А по поводу, значит, по вопросам ко второму докладу, значит, я в воле данным мне организаторами сейчас вручу эту книгу по философии Айн Рент. Вот вам, я забыл, как вас зовут. Вам, вам. Денису. Я прошу. Денису. Спасибо.